Всем привет, друзья! С вами Гамилькар Барко и мы начинаем играть в Рим Куталлор 2. Будем играть DLC на второй Рим. DLC, как вы догадались, друзья мои, называется Ярость Спарты. Само собой, что мы будем играть за спартанцев, за доблестных спартанцев. Тут у нас такая история, что после войны с персами, после того, как мы разгромили персов, имеется ввиду греки, когда создали союз, они разгромили персов. После этого, собственно говоря, афиняне стали, вот этот союз греческий, который был создан для того, чтобы разгромить персов, стали использовать в своих личных целях, друзья мои. Вот такие вот коварные мужеложцы, афинские, решили сделать такую коварную штуковину. Спарта, в свою очередь, объединилась с Каримфом и все маленькие города, которые были между Спарта и Каримфом, тоже вступили в союз Спарта и Каримфа против Афин и их союзников. Вот такая вот история. Будем играть сейчас мы за спартанцев. У нас с самого начала две армии, два стега, но мы их сейчас соединим, один большой, и пойдем завоевывать, завоевывать всяких там афинян, там, не знаю, кто здесь, Аргас, Аргас будем завоевывать, который лежит между нами и Афинами. Надо его обязательно тоже будет захватить, всякие тут биотийские союзы и так далее и тому подобное. Будем захватывать все это дело. Еще такой момент. Игра создана таким образом, что спартанцы абсолютно доминируют на суше, то есть очень сильная пехотная армия у спартанцев, да, сухопутная. А у Афинян наоборот, очень сильная морская составляющая у них, сильный флот у них военно-морской, поэтому будем акцентироваться именно на суше, корабли как таковые, но их в баню, будем обходиться без них. Так, соединили мы две армии, у нас здесь армия называется Враги Круга, назовем, назовем, назовем эту армию Ярость Спарты. Ярость Спарты, Ярость Спарты, вот так она будет называться, команду ею 56-летний Плистанакс, Плистанакс какой-то. Ну, я не знаю, кто этот перец, но я когда только-только включил это DLC и смотрел список генералов на самом начале игры, то у спартанцев, молодых, одаренных генералов таковых нету, так что придется удовольствоваться тем, что есть. Начнем исследовать технологии, будем исследовать военные технологии, призыв граждан, это будет давать нам доступ к постройке казармы. Ну, давайте начнем исследовать технологию и еще такая важная фигня, найм юнитов, у нас здесь идет не один ход, как мы привыкли по привычному второму Риму, да, по ваниле, а два хода. Не любой юнит, видите, у нас здесь пока два хода показывает, два хода все это нанимается. Ну, что ж, у нас в этой армии в Ярости Спарты, раз, два, три, три отряда спартанских гоплитов, раз, два, три, четыре, четыре отряда перееков гоплитов, ну, в принципе, при ходе у нас нормально, у нас еще есть пельтасты, илоты пельтасты, да, и два отряда легкой конницы. Возьмем еще один отряд легкой конницы, возьмем спартанских гоплитов, а, четыре хода спартанские гоплиты, нифига себе, нет, тогда мы не будем их нанимать, возьмем тогда еще один отряд кавалерии, и, так, два отряда кавалерии берем, сколько будут наниматься перееки гоплиты, два хода, да, ну, и лучников возьму, два отряда. И все, дальше этой армией пойдем в сторону Аргоса, теперь, 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 строительство, так, у нас целая провинция, с самого старта имеется провинция Лакидемон, Лакидемон, блин, нифига себе. Так, у нас здесь город Спарта, собственно говоря, наша столица, город Мисения, Кефера, видите, остров Кефера, портовая такая провинция у нас получается, и Пилос, то есть, раз, два порта для одной провинции достаточно неплохо. Так, начнем строительство, в Кефере построим, построим, давайте, место сбора, оно дает нам общественный порядок и доход от местной торговли, и в, в Пилосе построим, 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 что можно построить в Пилосе? Поля у нас одни есть, что у нас вообще с пищей? Плюс два, да, пища. Можно на пищу построить, да, хозяйственные постройки, они нам еще и денег будут давать, давайте построим. Так, теперь, Саглидаты, так, Саглидаты у нас есть или нету Саглидаты? Список агентов, где у нас тут? Так, нет, к сожалению, у нас нету, а, у нас еще одна армия есть, имеется. Зевсовы Громы, ой, елки-палки, нифигасе название, я помню, смотрел в летсплей не то Римаса, не то, не то Диоданта, у них там тоже Зевсовы Громы были. Зевсовы Громы, давайте переименуем их в Громы Зевса, Громы Зевса, а, не, я придумал лучше, Громо Братья, Громо Братья, пускай будут, не буду писать Громо Братья навсегда, просто Громо Братья. Так, наши Громо Братья пойдут, а, видите, у нас здесь, это, это, это Лийский Союз, и мы с ними сразу в войне находимся, Фермон, можем, в принципе, пойти в сторону вот этого Лийского Союза и, так, или это мне показывает Навпак. Так, давайте взглянем на карту с высоты птичьего полёта, или ещё выше, с космоса, да, дипломатический статус смотрим. А, не, вот с этими пацанами мы как раз-таки в мире, и с этими тоже пацанами в мире. Значит, мне показывались вот эти владения, что они находятся под контролем просто греков. Вот, ладно, всё понятно, ясненько, понятненько, так, 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 дипломатия теперь. Заключим торговые соглашения, вот с Белским Союзом у нас, вроде бы, нормальные отношения, предлагаем торговлю, умеренно, парни принимают, просто прекрасно. Так, идём дальше, 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 дальше у нас Каркира, ну, давай с тобой поторгуем в Каркирах. Не хотят они с нами торговать, ну, и фиг с ними. Идём дальше, Македония, македонцы, давайте торговать. Македошки не хотят торговать, идём дальше, Милос, Милос, давайте с вами поторгуем. отлично милос принимает торговлю и а еще у нас элида какая-то есть причем такие большие земли смотрите в этой элиды и у нас с ними еще и договора всякие разные торговлю предлагаем прекрасно прекрасно очень много торговых договоров уже заключили эпир давайте пироты давайте торговать эти роты не хотят наверное у них имперские амбиции да и это лийский союз давайте с вами тоже поторгуем пока что мне не хочется на вас нападать пока я буду занят аргосом и афинянами да нормально построились так в ламии давайте чем здесь построим так ламии можно построить построить а чтобы построить так но здесь кругом союзники военных построек я не вижу смысла здесь ставить можно в принципе на бабки вот пища дается нам плюс 2 и денег 100 монет теперь 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 надо пойти и захватить вот этот навпак который беззащитный я так смотрю больших гость нет никаких и можно пойти захватить ну только-то корабли стоят но я не думаю что корабли нам здесь угрозу будут представлять выдвинемся в сторону навпакта навпакт да и захватим этот город ну нанимать здесь дополнительные войска я не буду в принципе должно хватить нам то что есть так мы пересекли границу италийского союза и или биотикского союза биотикского да ничего страшного если что тут у нас наши друзья есть коринфяне коринфяне надеюсь что правильно произношу есть что они нас прикроют побыстренько добить побыстренько мы доберемся до навпакта и за заберем его себе так еще одна такая важная особенность что мы не имеем права сразу захватывать афины да за это у нас будет большой штраф нам он сначала ослабить и когда останется только одна столица только тогда мы можем захватить и ладно вроде бы все взглянули все посмотрели можно заканчивать вот так и дикты и дикты забыл блин так и дикт в спарте издаем давайте либо и зрелищ либо налогу ставку давать налогу ставку порядок у нас здесь не да не 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 давать тогда на порядок потому что на диспорядок довольно таки хреноватый кончаем ход да видим что афиняне тоже плавают тоже чуть маневры какие принимают туда-сюда стоки своей двигают я на суше мы в любом случае дадим веща афинянам а вот на море нам будет тяжко так коринф нам предлагает они требуют вступить в войну с этими пацанами а кто такие это не это каркира это же вот эти нет каркира да ну нафиг не буду наступать войну пошли в жопу так договор о ненападении италийский союз их предложения гу 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 ну давайте давайте я пока не хочу с вами самовоевать аргуз я хочу захватить для начала на аргуз 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 захватим так договор о ненападении милос ну что-то не все боятся нас мелкий полк ну давайте ладно договору я на этот остров путь маленький но они еще не собираюсь пока у меня здесь и на суше дело хватает но вот это то о чем я говорил опасности гегемонии нельзя доходать афины фивы или каринф спарту нельзя захватывать так а мы здесь стоим потому что идет нами были за боже 2 ходу нанимаются войска и за на дикт лаки демон хлеба и зрелищ смотрим что с общечным порядком да начал расти ну прекрасно прекрасно прекрасная казна у нас 2000 почти заход получаем не хило так так и теперь движемся ладно дальше в сторону нафпакта так 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 что можно построить у нас 33 тысячи денег нормально нормально так можно построить порт гавань да а почему я не могу строить может я хочу военный порт построить ну то есть торговый военный порт или в этом делсе нету такого только вот именно военные порты ну и ладно так это гена заводим в спарту пускай стоит гарнизоном ты давай налаживай общественный порядок построить бы что-нибудь на денежку на денежку на денежку так или или города расширить так а давайте вот это вот селение сделаем поселение из него из селения сделаем поселение были касая 300 и стоит и минус 1 пища но дает нам ну два раза больше мрамора это торговый такой торговый торговый ресурс и плюс рост поселения будет больше давайте строим в миссении миссении строим поселение отлично так 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 у нас еще денежка остается можем один из наших городов прокачать я буду ламинию прокачал но не хватает денег ладно давайте закончим ход и на следующем прокачаем еще один город наш продолжают афиняне туда-сюда кататься на своих корабликах и не только катаются на кораблика мой ведь уже на территорию фив зашли афима наши союзники да по моему или нет или да или нет ну в общем сейчас разберемся право прохода argos предлагает ну чувак извини конечно но мы будем тебя уничтожать сейчас и поэтому не будем давать никаких прав из извини извини как говорится ничего личного только 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 бизнес если это не завершено призыв граждан нормально лето так это что на солнце атакует сверкающая вашей армии а вы земли жаждут крови она нормально наша пехота получает какие-то пинки по ходу так 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 и мы вот начинаем уже сейчас движение границы на все пошла жара и на следующий ход атакуем argos так только саглядатов какой надо нанять вот этого например это у нас кто кто ты л пин л пи ник а л пи ник асаглядаты давай чуть что ты имеешь радиус обзора плюс 5 военная разведка шанс обнаружить агент ну его нафиг стоимость выполнения все задания тоже нормально поджоги но все хорошее кто ты аглооника так еще есть у нас эдессия что она умеет общественный порядок манипуляции убийства не отберем вот эту вот нанимаем так а теперь 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 осаждаем нафпакт пошла жара ух нифига себе а чё это за фигня то тут у нее же гарнизон один и корабли но авторасчет дает смотрите какой перевес им ладно осаждаем город тогда пока проведем сейчас позже бой так здесь войска движутся прекрасно так у нас две шестьсот давайте еще какой-нибудь город прокачаем давайте нашу столицу прокачаемся спарту саму сделаем эти она маленький город сделаем из него полис все делаем полис технологии исследуем так что это такое гимназия так что он дает атака в ближнем бою у всех отрядов плюс два процента защита бежим 2 процента позволяет нанимать воителя первого ранга идем дальше это корабельная хрень она не нужна это поставки припасов стоимость найма конницы и стрелков минус 5 о нормально позволяет позволяет лиц ворот масло нормально тоже но только на один год распространять давайте сначала займемся гимназии а дальше будем исследовать вот эту вот поставки припасов так 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 вроде бы все сделали ну что ж друзья мои ну такая была наша первая такая вводная серия за спарту в dlc ярость спарты на 2 с вами был гамиль карбарка друзья мои обязательно подписаны на наш канал смотрите наши видео делитесь друзьями увидимся в следующих видео друзья мои